Привет, друзья! Здравствуйте! Сейчас я вам расскажу короткую историю о себе. Когда-то я провстречался с барышней одной, которая считала себя цыганкой. Почти год. И примерно в то же время я пересмотрел все фильмы Эмира Кустурицы, сербского, самого известного режиссера. Кстати, обладателя Каннской пальмовой ветви. Каннского кинофестиваля. И с тех пор я мечтал попасть в Сербию, на Балканы. И узнать, посмотреть, как живет и глубинка, и культура. Потому что во всех фильмах этого замечательного режиссера было показано колорит, особенности, уникальность и дикий темперамент, и много-много другого. В общем, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Это было очень давно, больше 10 лет назад. Прошло некоторое время, и все мои мечты сбылись. В данный момент я нахожусь на Балканах уже больше месяца. И вы не поверите, но еще и целую неделю я прожил вот в этом замечательном месте, в котором я сейчас нахожусь. Я вам показываю такую эко-деревушку или эко-ферму, где мы рубили дрова. Вот видите, они здесь сложены. Я их носил. Вот это бетонная конструкция. Это душ. Там дальше колодец справа с насосом электрическим. Значит, здесь гардеробная под синей пленкой. Здесь трон в центре. Слева туалет. Значит, ну и тут был слет сектантов, шаманистов и прочих ведьм, которые пытались открыть третий глаз. Значит, и вот они здесь поставили такие интересные указатели. Хотели сделать здесь арт-объект. Вот в этой избушке я прожил неделю. Она практически не отапливается. Вот там паренечек стоит один с телефоном в глубине кадра слева. Он ее сделал своими руками. Внутри есть печка и вообще это баня. Значит, здесь ожидается будет баня. Здесь еще идет дым из трубы. Мы утепляли. И что только не делали. И даже начали топить печку. В общем, внутри абсолютно не холодно. Вот что самое главное. Что еще забыл добавить. Да, мы жили там в спальниках. Обкладывались кирпичами. Это был потрясающий, интересный опыт. Вот так выглядит трон верховного председателя. Главного афериста. Он сбежал потом. Значит, слева вот эта конструкция с торчащими бревнами. Это щитовая. Еще у нас здесь есть собачка голубоглазая, красивая. Она где-то бегает. Рада! Была еще одна маленькая. Мы ее приютили, но она вроде бы сбежала недавно. Но я уверен, что с ней все хорошо. А, вот она здесь у нас отдыхает, потягусечки. Проснулась моя девочка. Как дела, подруга? У нее очень красивые глаза. Видите, какие? Она очень любит играться. Я ее один раз потрепал по головушке. С тех пор она постоянно лезет ко мне. И хочет, чтобы я ее дальше чухал и игрался. Вот. Она где-то похожа на хаски по глазам. Видите? Какие у нее глаза красивые. Мы ее почти не кормим, но она все равно с нами. И отлично себя чувствует. Итак, я уже больше месяца нахожусь в Сербии. И ровно неделю я прожил на вот этой экоферме. В полевых условиях, я бы так сказал. Практически без каких-то намеков на цивилизацию. Такое случается часто. Я выжил абсолютно здоров и прекрасно себя чувствую. У нас два дня назад выпал снег. Точнее вчера. Но это не беда. Абсолютно не беда. Мы чувствуем себя замечательно. Более того, мы даже воду пили из лужи, куда собиралась дождевая вода. А вчера я даже снег вместе с водой бодяжил и делал себе чай. И прекрасно. Вот. Только собака чихает. А мы нормально себя чувствуем. У него были щенки, но они все почему-то погибли. Поэтому живем здесь так вот, одиноко. Я сегодня еду дальше. Впереди много интересного. Друзья, не забудьте подписаться, пожалуйста, на этот канал. Меня зовут Олег. Я профессиональный путешественник. Странствую вокруг света уже 6 лет. Да, да, абсолютно верно. Меньше месяца остается... Сегодня 9 число, да? Меньше месяца остается до этой замечательной круглой даты, когда будет ровно 6 лет моих странствий вокруг света. Практически без остановки. И 62 страны у меня уже за спиной. Поэтому все эти путешествия были практически без затратных. Не забудьте, пожалуйста, нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых интересных роликах. Будем изучать планету вместе и покорять ее вместе. Поделитесь этим роликом с друзьями. Я сейчас попробую вам показать, как внутри выглядела эта хата. Может быть, фрагмент кухни. Не забудьте поставить лайк этому видео и написать какие-нибудь теплые комментарии. Сейчас немножко репортажа из внутренности этих помещений. Да, подводя итоги, должен сказать, что Сербия замечательная страна. И вообще все балканские страны, я так полагаю, одинаковые, похожие и очень удобные для путешествий. Вот так выглядит потолок, стены и та часть помещения, которая будет баней. Так, печка уже работает. Вот это моя сумка и флаг родной страны. Так, смотрим, что у нас здесь есть еще. Вот тут мы ночевали с товарищем. Я даже немного выучил местный язык, две песни. Погрузился в местную культуру, основательной с головой. В принципе, я безумно счастлив и доволен. Все очень классно и комфортно. Я бы даже сказал, прекрасно. Вот это было мое место, где я ночевал. Сейчас я вам покажу лужу, из которой мы кипятили воду. Вот в зеленом брезенте у нас набиралась вода, вот в этом. Ее мы кипятили и пили чай. Вот здесь когда-то были куры, но мы их отдали одной сумасшедшей бабульке, которая хозяйка этой территории. Сейчас эти куры у нее. Итак, друзья, кому нечем заняться, приезжайте в Сербию, можете помочь по хозяйству. Природа здесь великолепная, как вы видите. Люди добрые, отзывчивые и гостеприимные. Кухню я вам покажу, пожалуй, в другом ролике. Спасибо за просмотр. Впереди много интересного. Увидимся на крае света. Горячий привет из Сербии. Горячий привет из Сербии.